Она появилась на земле более 200 миллионов лет назад. С той поры она убивает и спасает от смерти. Ее крестили хлебом дьявола и плевком бога. Она невероятно красива и вызывает отвращение. Вездесущая и неистребимая плесень. Плесень – это грибы. И как грибы плесень занимает особое положение в растительном и животном мире. Она не является ни растением, ни животным в силу своих особенностей строения как клетки, так и ткани. Гриба. В основном грибы и плесень обитают в почве. В почве они живут и в почве питаются. Разлагая, скажем, опавшую листву, гнилую траву или являются деструкторами древесины и других полимерных материалов, которые находятся в природе или отходами человека. Споры этих микроорганизмов есть практически везде. Они витают в воздухе, оседают на одежде, любых поверхностях и продуктах питания. Попадая в благоприятную среду с подходящей температурой и влажностью, она благополучно прорастает и стремительно размножается, выделяя вредные токсические вещества. Сначала болит горло, потом трахея, потом бронхи. Возникают бронхиты, пневмонии, фаренгиты и все остальное – бронхиальная астма. Грибы бывают разные. Одни несут болезни, а без других человек не мыслит своего существования. Полезные грибы помогают выпекать хлеб, придают особый вкус винам и сырам и даже способны лечить. Так в 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг случайно обнаружил, что зеленая плесень безвредна для людей и животных, но способна убивать бактерии. Продуктами пеницилла, как нам известно, уже является пенициллин, который в 40-х годах добывался из пенициллиумнотатум и пенициллиум кульмором, то есть шли параллельно научные исследования по выработке этого вещества. Удивительно, что под саркофагом 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС было обнаружено огромное количество плесени. Она росла густее в местах усиленного радиационного излучения. Плесень побывала в космосе. Споры плесневых грибов прикрепляли к обшивке космического корабля. Выяснилось, в условиях безвоздушного пространства испытуемые не просто выжили, а стали еще более агрессивными и устойчивыми. Есть некоторые плесневые грибы, которые используются в пищевой промышленности. Например, из аспергиллос нигер добывают всем известную нам лимонную кислоту. Аспергиллос ариза, который также используется в пищевой промышленности, в основном японцами. Они его специально культивируют и используют продукты производства этого гриба уже непосредственно в кулинарии. Глупо считать, что мир издавна принадлежит человеку разумному и всемогущему. Плесень появилась гораздо раньше нас. Она приспособилась ко всему, что может угрожать живым существам. В случае апокалипсиса плесень благополучно выживет. Мария Крондо, Сергей Курков. Утро. Студия. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин